Да, есть такой формообразующий массаж, он так и называется. То есть все вот эти вещи, которые мы делаем, они делают контрпопы женщины более такой подтянутой, округлой. И вот так вот вы берете и закрепляете. Раз так скульптор, долепливаете. Это же красиво, когда она не опущена, когда она чуть припорнята. И вот эти вещи тоже. Вы убираете их вот сюда, отводите. За счет того, что убирается личная влага, тяжесть уходит у попы, она тоже поднимается вверх. Формообразующий массаж нормально, как косметическое средство для выхода любой женщины. Так что, опять же, если у любой женщины, я говорю, есть всегда две причины ходить на массаж. Причина 1 и причина 2. Так что, обязательно. Да, еще и 3 и 4. 6 и 7. Ой, у тебя же много причин. Приходи к нам на массаж. Так что, давайте продолжать дальше. Теперь будем гнать вот эту кровь, лимфу, да, межкодичную жидкость выше от нашей голени. Еще раз смажем ее дополнительно маслом, если она уже успела питаться. Разогреваем так же, энергично, быстро. Поскольку мы до этого уже разогревали ее, старайтесь вот еще проходить ахилловое сухожилие. И смотрите дальше. Подожди секундочку. Разогрели, да. И перед изминанием я еще делаю вот так вот. Ахилловое сухожилие прохожу. То есть, вот лапа леопарда, да. Но я его вкладываю как бы вот сюда, да. Прохожу его вот так. И дальше, держа за пятку, моя рука сразу превращается в гребень вот этими костяшками. Держи за пятку, оттягивая пятку назад. А массу и вот эти мышцы мы протягиваем вот так вот длительно. Вот сюда. И упираемся вот в эту косточку. Таким образом, мы делаем для женщины еще дополнительный плюс. Мы удлиняем ноги. Они становятся гораздо стройнее, длиннее. И она к нам будет приходить за этой красотой на массаж еще и еще. Чтобы усилить этот процесс, смотрите как. Я еще раз беру, вхожу, как вы помните со спиной, да, вот входили вот так вот. Я беру, вхожу через икру в нее локтями. И начинаю именно не через колено. Колено, помните, я говорю, не надо. Рядышком с икрой. И начинаю развалить руки в стороны, опять же, упершись локтями. А точнее, подплечьями в пяточную кость и в кость тазобедренную. Ой, тазовую, тазовую кость, да. И мы как бы ее раздвигаем. Опять увеличиваем длину ног, увеличиваем ее эластичность. Понятно, да? Движение можно дополнить вот такими вот поглаживающими, чтобы оно было мягко. Иначе, некоторым бывает больно, да? Они скажут вам, ой, что ты тут нажал. Икры действительно бывают забиты у людей, так называемые, перегруженные. И тут вот болезненные точки. Поэтому мы движение делаем пролонгированным, таким долгим, закрепляющим и дополнительными еще руками. Ладонями так раскручиваем. И мягко гибаем здесь стопу, согревая ее, потому что стопы охлаждаются, не забывайте, почаще проходить. А здесь мы оттягиваем опять лимфу сюда, в эту область. Сделали это, да? И опять же начинаем разминать пополовинку, я вам говорил. Вот так размяли здесь. Так же, как на руках, там маленькие мышцы. Тут тоже не очень большие, вот они маленькие, да? Сухожилия практически. Вот так вот пальчиками размяли. Там, где потолще, уже подключаем всю ладонь. И закрепляем движение общим захватом. Здесь. И опять же отсюда. Разве что, можно массировать так сильно? Можно, да. Сейчас я покажу еще, как там можно сделать с лимфой. Ну, здесь же лимфа, но обычные клиенты просят, чтобы их здесь... Обычно говорят, да, что тут не надо. Не надо давить, не надо глубоко. Но если вы работаете именно с лимфой, некоторые мастера делают... Помните, я вам показывал штрихование? Стежок делается вот так, да? Вы тоже, может, используете, в принципе, на этих поверхностях. А штрихование вот так и делается. Так, крупным движением так. Вот видишь, как это? Да, я вижу. Одно, значит, и другое, да? Вот сюда нагнетаем массу. Но желательно, после того, как вы уже с икрой проработали. Лимфы. Это лимфы. Тут тоже лимфоусилки находятся, да? Вы их сюда-сюда прогоняете. Иногда прямо даже вот сильно некоторых делаете. Так. Аж иногда до черноты. Но зато потом лимфы выходят гораздо быстрее. Да, этот момент просто обходить осторожно. Вообще, конечно, синяков не надо оставлять. Но если клиент... Бывает, наоборот, просит. Посильнее сделай. Бывают такие, понимаете? То есть работаете от тела, от человека. Насколько он к этому готов, да? Вообще, это место поаккуратнее походите. Там, где лимфа, ее не надо давить. Вот там, в паховых зонах. Ее, если где-то нащупали, шарик. А вот эти вот, кстати, так шарики, они от двух миллиметров до полтора сантиметра бывают. Представляете, вот эти вот вызвания. Их легко прощупать пальцами. Если вы где-то нащупали, значит, так вот берете и мягко прокатываете как бы вверх. К оттоку. К оттоку, видите, да? Если где-то вы нащупали такой вот комочек, ну, например, вот, может быть, под челюстью, да? Отток идет вот сюда. Ну, про голову мы в этом поговорим. Здесь запомнили, да? Частным образом. Ахиллы сухожилия протянули сюда. И начинаем с ахиллы сухожилия потом общая проработка икры. Вот вплоть до сюда. И вот, как я вам показывал, со змейкой, да? Берете массу мышечную и ее вот так растрясаете. Больно, потому что все у тебя забито. Да, я не знаю. Я еще игра жизни, у меня все забито. Это нормально. Клиенты могут стонать. Не пугайтесь, это нормально. Наоборот, вы его должны успокаивать. Терпи, терпи. Более терапевтический эффект. Все, давайте это закончим. Растирание сначала. Ты сразу на 100 грамм подводишь? Да? Ну. А что там сразу смотришь? Что, потом? Что отхватывается? Сразу отхватывается. Нет, ну смотришь ты их. Кому это надо? Подписчики. Да? Много? А сколько у тебя? И много. Я недавно из Татьяны прочитала. Снимаете? 200. Ну там подсылку можно дать на сайт какой-нибудь? Можно, но она не у всех кликабельная будет. На салоне работаем. На айфонах кликабельная, а на фотоаппаре нет, да? А, Машка, ты что мы с тобой делали? Ты просто двумя пальчиками видишь, двумя больнее. Поэтому, вот смотрите, еще раз показываю. Легко тут выдержали, и вот она сразу переходит вот. Четыре косячки. Четыре, где как путюжок мы делали, да? Чтобы смягчить движение. Вот, видишь, лучше. И так же можешь, смотри. И так же можешь. Все медленнее падаете? Сразу вот так, батюшку. Медленнее, медленнее, правильно? Да, медленнее, да. Вот такое. Чем движение у вас медленнее, тем это значит, что вы работаете именно с лимфой. Потому что так вы за руку проскакиваете мимо. Просто больше выка спудет, а она не успевает лимф пройти. Понимаете? Давайте еще раз. Вот, смотрите, синхронная работа практически идет, да. Смотрите друг за другом, контролируйте движение друг друга, ловите ее. И практически у вас получается работа в четыре руки. Что является еще одной уникальной техникой, которую можно предложить на рынке наших услуг уже как дополнительно более длагословящая программа. Специалистов подобрать нужно как раз с нашего... Вручающего центра. Вручающего центра. Ну, то есть тем, с кем учился, например, да? Если взять методику и нет. Какой у тебя хороший, анализический партнер, мужчина. Машка, ты мне все время делаешь порно. Потенциал большой. Маша, да, посмотри за работой, как он делает, и старайся так же, асинхронно. Видишь, он двумя пальцами посередине. Может, прям это движение, мягко обходя коленные суставы, продолжится вот до сюда. Под коленкой легче, не носить. Да, дальше опять сильнее, да. Пауза. Вот, правильно, да. Это вот сюда. Сразу я думаю, что это климфовый массаж отдельно давать, когда можно, как она с ногами, его же и показать. Так, змейку, помнишь, как она захватила общую массу мышечную? Сначала промните, потому что, извините, не стал делать. Вот смотри, он совершил проминает, а ты тоже слышал, я промню как он. Вот ахилловое сухожилие, выше, выше, Маша, бывает уже. Да, камеру там поставишь, попу видно, некрасиво. Она закрыта вроде, но... Ну ладно, давайте так. Нет, сбоку они спинами перекрывают, тоже не видно. Ну ладно, вот так вот. Так, ахилловое сухожилие промяли, да. Ну, с ним долго возиться не надо, это просто сухожилие. Вот самое главное дальше, да. Вот-вот-вот, проминайте. И ближе под коленкой, только ниже, ниже коленного сгиба. Нет, нет, я не знаю, ниже, ниже здесь. Все у нас сразу, целиком, всю игру, сразу. Показываю, что не надо вверх видеть. Со змеей помните, что я вам показывал? Уже не вычисли. Помните, что я вам показывал? Память 9,20 секунд. Да господи, вот вы захватили этим пальчиком, как прищепчиками, да? И вот так ее, то есть. Отбираем массу икры, и все, и целиком, вот так на растяжение, у него вправо, у него вправо. Где больнее? Да, есть. Икра забита. Да, 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 на растяжение. Икра у нее забита, да, она уже призналась. Да, у меня все забито. Конечно. на семинаре смотрим теле 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 может решить сделала дальше теперь смотрите вот мы уже тройку ткани повысили здесь и здесь и теперь давайте гнать глубоко проникая пальцами ведь за глубокими даем под кожу запускают пальцы и всю целиком ногу вот туда не забывайте по внутренней поверхности пройти вот вы сказали тоже лимфоканал они достаточно болезненно да и внешняя поверхность внешне она тоже болезненно там нет столько сосудов раз из застоев сильнее скажите а после такого лимфо-дренажного массажа могут сосудики болезненно и отчего иногда лопают я понимаю что у некоторых для этого слабый сосуд но некоторые наоборот говорят что после массажа антицеллюлитного у них еще больше сосудов появляются ну тяжело сказать обычно сосуды укрепляются отцеллюлитный массаж он сам по себе жесткий если у человека близко расположены сосуды могут полопаться это зависит то что я вам говорил про синяки то же самое серия что у меня я пришла на массаж спины записалась к массажисту на антицеллюлитный она пришла все в синяках жопа живо что мужчин есть сила и я даже не знаю как так можно его массаж они называются на то что у них расположены с тела тем более к синякам ну есть же такие что дотронешься и сразу синяк для этого скрутим и теперь теперь все зажимаем в кольцо я и сразу все жжет посиняем уже пошел инфра массаж медленно мы проходим по всей ангене пальцами можно и по одному вести и по два и все вместе а теперь вообще все руку целиком неправильное понимание о тех студентах массажа ну допустим я была на аппаратке на курсе где аппаратный антицеллюлитный там вообще специалист Киева был очень такая вообще она там грамотно так подходит к программе у нее программа она сначала там дает мочеконный, печень проверяет вот здесь Машка ты очень хорошо сейчас прям я чувствую как лимфа идет лимфа чувствует да 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 а вообще жадкость перед этим мочеконный чай выпить да? вообще жалкость перед как? арбуз поесть еще аааа ну можно и арбузы да ну жидкость просто что вот Машка вот клево только помедленнее помедленнее тогда очень клево чувствуется лимфа течет и длиннее еще но сила воздействует в статике поэтому надо уметь выдерживать темп вот сейчас прям поднимается поднимается все время хотела почувствовать липодренажный массаж вот ты боже мой ну меня никто не делал я взяла деньги заплатила и сходила в салон или под дренажный массаж взяла взяла заплатила а зачем это мне? мне тоже никто не делает мне платить или еще чего-то это неизвестно будет ли этот специалист гнать лимфа дренажный массаж я этого есть отзыв есть друзья под запись работаем далее смотрите вот как бы прокачка идет вот такая пульсирующая то есть это пульсация не быстрая а мы как бы вот отсюда раз отжимаем раз и держим вот да вот 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 Продолжение следует...